В Наринмаре завершилась встреча стран-членов Арктического Совета при участии секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, а также губернаторов арктических регионов. Всего на международную встречу в столицу Ненинского округа приехало около 200 человек. Гостей города познакомили с Наринмаром, Варандейским терминалом и морской ледостойкой нефтяной платформой «Приразломная». Второй день встречи полностью посвятили обсуждению вопросов развития Арктики. Говорили о поддержке коренных малочисленных народов Севера. В России создана мощная база в этом направлении. Примечателен опыт Ямала, где коренное население прирастает и кочевники вовсе не рвутся из тундры в города. Мы стараемся, конечно, уйти от простых денежных датаций. То есть мы больше, наверное, создаем, даем человеку улечку, создаем рабочие места. И этим самым, наверное, максимально, ну у нас не только, наверное, среди коренного населения. Статистика такая на сегодня. На одного безработного 20 вакансий. Обсудили глобализацию в Арктике, разработку шельфа и экологические риски, связанные с этим. Замминистра связи России Дмитрий Алхазов объявил, что ориентирование на северном морском пути больше не связано с огромными рисками. Сейчас вся магистраль покрыта навигационными спутниками. Ограничения начинаются только выше 80-го градуса северной широты. Это подтвердило исследовательское судно Михаил Сомов, пройдя путь от Архангельска до мыса Челюскин. Подводя итоги конференции, Николай Патрушев отметил необычный состав участников. Вместо пропустивших встречу Соединенных Штатов, в Наринмар прилетели делегации сразу четырех стран, которые в Арктическом Совете носят статус наблюдателей. Это особенность четыре страны. Еще это Китай, Индия, Корея и Сингапур приняли участие. И, на мой взгляд, это очень правильно, потому что те доклады и выступления, которые они сделали, представляли серьезный интерес. Одним из самых интересных участники сочли доклад чрезвычайного и полномочного посла Сингапура – госпожи Ксенг Хуалим. Республика претендует на звание финансовой и интеллектуальной столицы Юго-Восточной Азии. В городе-государстве – высокоразвитбанковский сектор образования, инфраструктура связи. Кроме того, Сингапур – один из крупнейших мировых портов. Что само по себе подразумевает активность судостроительной и судоремонтной индустрии. И речь не просто о сухогрузах и танкерах. Арктические суда на экваторе строить тоже умеют. К примеру, многофункциональный ледокол «Варандей» собран на сингапурских верфях. Мы можем предоставить технологии для освоения Арктики. Сингапур – самый технологически продвинутый регион в Юго-Восточной Азии в части судостроения и судоремонта, постройки специализированных судов и корабельного оборудования. Неизгладимое впечатление на гостей произвела платформа «Приразломная». Это первый шельфовый арктический проект такого масштаба. Он гораздо нагляднее иллюстрирует присутствие Российской Федерации в Арктике, чем тысяча пограничных столбов. Важно то, что там у людей правильное настроение. Они делают хорошее дело, делают его на хорошем уровне, с высочайшим качеством. Это то, к чему стремится и направляет нас один из указов президента – создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Там они есть, там они созданы. Когда говорят о шельфовых ресурсах, неизбежно затрагивают тему экологии в Арктике. Советское наследие в виде испорченной, а местами уничтоженной природы тундры – в далеком прошлом. Для нашей страны шельфы и экология связаны неразрывно. Ресурсы Арктики – это моральная дилемма. Мой вопрос – какой может быть полная цена, которую придется заплатить за освоение Арктики в региональном масштабе и в глобальном? Ответ на этот вопрос хорошо знают нефтяники. Они вкладывают огромные средства в проекты по изучению и охране биологического разнообразия в высоких широтах. «Газпром» и «Роснефть» неоднократно заявляли о готовности считаться с экологическими рисками, даже если это существенно повысит стоимость буровых и геолого-разведочных работ. Своего рода психологический итог встречи подвел Игорь Кошин. Он поделился с журналистами мыслями, которые пришли в голову во время визита на приразлонную. Мы очень многое можем, но в последнее время почему-то стесняемся этого. Не надо бояться амбициозных проектов, проектов, нацеленных прежде всего на развитие нашей страны. Итог форума – Арктика будет освоена международными усилиями. Лучшие специалисты и инновационные технологии на фоне бережного отношения к арктическим ресурсам. Все это дело не завтрашнего дня, а уже сегодняшнего.